Безопасность важна на всех этапах и во всех сферах жизни и деятельности человека, конечно же, она важна и в горах. Именно об этом сейчас мы поговорим с нашим гостем, Владимиром Мельниковым, заместителем начальника государственного казенного учреждения Республики Крым. Крым спас. Давайте все-таки поговорим о горах. Вот Крым славится своими горами, много людей местных в горы ходит, много людей приезжает специально для того, чтобы посетить вот такие наши достопримечательности. Как же все-таки, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы обеспечить свою безопасность? Самое первое, нужно относиться уважительно к горам, потому что, особенно у приезжих, всегда фигурирует такое мнение, что Крымские горы, что тут некоторые холмы, да, вот мы были в гораздо более крутых горах, поэтому мы будем к ним так, сходим на прогулочку. Это самое опасное заблуждение, потому что основной фактор у нас это погода, погода в Крыму меняется, как характер девушки. С утра она, солнышко светит, к обеду натянули тучки, вот, и бывают ситуации, когда у нас в июне месяце в горах выпадает снег. Поэтому надо относиться уважительно. А во-вторых, когда вы туда начинаете планировать свое путешествие, пусть даже это будет путешествие выходного дня, там, на несколько часов, то подойдите взвешенно, не идите спонтанно. То есть подумайте, что вы с собой берете, куда вы идете, вот, что вы будете делать, если что-то произойдет, смоделируйте ситуацию. Ну, а давайте мы разберем подробно. Отправляясь в поход, в горы, что нужно обязательно иметь с собой в рюкзаке? Нужен ли рюкзак вовсе? Я, например, вообще даже по городу не хожу без маленького рюкзачка. То есть это ваша емкость, в которую вы поместите все, как бы, всю мелочь, которая вам необходима, чтобы ее не растерять. На самом деле мы живем в 21 веке, и основная вещь, которую с собой надо будет взять, это средства связи. Это мобильный телефон, на котором есть сумма денег для того, чтобы позвонить, и заряженный аккумулятор. Сейчас уже не проблемы с зарядками, есть всякие пауэрбанки, которые можно с собой брать. Если вы не уверены в том, что ваш телефон выдержит заряд на весь ваш срок, возьмите с собой пауэрбанк. И иметь просто телефон, это недостаточно. Нужно еще знать, куда позвонить в случае чего. Так вот, чтобы не запоминать и не забивать память телефона всякими телефонами, хотя у нас в каждом подразделении есть свой телефон, можно запомнить достаточно три цифры. 1-1-2-112, единый телефон службы спасения. То есть позвонив по этому телефону, на него можно позвонить даже без денег, даже при плохой зоне покрытия связи, и сообщить информацию о том, что с вами случилось. И оператор службы реагирования передаст в нужную, в риносписательную службу или отряд, который находится в зоне вашей ответственности. Скажите, я вот как человек, который в горах бывает не так часто, и наверняка не так часто бывают в горах многие крымчане. Связь мобильная везде ловит или все-таки вот много сейчас таких зон, где дозвониться не получится? Даже не сейчас, их вообще всегда в горах очень много таких слепых зон. Вот это особенность распространения радиоволн. Поэтому надо понимать, что если у вас связи нет, вы посмотрите, либо вы находитесь где-нибудь в лощине, либо в плотном лесу, вам достаточно будет выйти на ближайший какой-то пригорок, и связь у вас может появиться. Но всегда как бы из рекомендаций, когда вы идете по своему какому-то маршруту, поглядывайте на телефон и замечайте точки, откуда у вас, где у вас работает связь. То есть в какой-то момент времени она может вам пригодиться. Смотрите, к сожалению, несчастные случаи бывают, и в Крыму их бывает очень часто, в особенности в период, наверное, туристического потока. Расскажите, где сложнее всего достать туриста? Потому что они такие любопытные, везде хотят свой нос и ногу. Ну, говорить о том, что где-то сложнее, профессионалам задавать вопрос неправильно, да? Не было таких случаев, чтобы мы как бы не справлялись с ситуацией. Нет, но здесь речь идет о том, что, наверное, обратиться к зрителям и сказать, что в труднодоступные места ходить не стоит, если там нет проложенного пути. Труднодоступные места отличаются только тем, что туда больше времени нужно для того, чтобы добраться спасателям. Буквально там неделю назад была ситуация в районе Тырке, когда девочка упала с 40-метровой высоты. Ну, не знаю, скорее всего, это проблема селфи, камешек под ногу, ну и с обрыва, конечно, ради кадра упала. Но упала относительно удачно для этой ситуации, попала на ветки, там поломалась, осталась жива. То есть мы сейчас в больнице вроде как... 40 метров. 40 метров, да. Поэтому внимательно просто надо как бы смотреть и не увлекаться вот этим. Селфи – это еще один из моментов, особенно в Крымских горах. Много хороших мест, где хочется сделать, но забываешь про опасности, которые за спиной у тебя. А часто вообще приходится выезжать на вызовы или все-таки наши люди очень организованно подходят к отдыху? Ну, смотрите, если касательно отдыха, у нас за 2019 год, по состоянию на сегодняшний день, 191, по-моему, выезд в горно-лесную зону. 280 человек получили помощь спасены. Вот это касательно горно-лесной зоны. Ничего себе. А вот в сравнении это больше, чем в предыдущие периоды, отчетность меньше? Вы знаете, я бы не сказал, что как-то отличаются по сравнению с предыдущими годами. То есть в зависимости от, не знаю, там магнитных бурь на Солнце, условно назовем так. То есть может какой-то год количество случаев там уменьшится, там на десяток-полтора, а в следующий год оно увеличится. То есть есть определенные там флуктуации. Какие основные факторы, из-за которых может чрезвычайная ситуация произойти в горах? Ну, самый фактор – это у нас погода, я уже сказал в самом начале. Потому что в ходе путешествия может упасть туман и потеряешь ориентацию. Буквально вечером, вчера в 8 часов, звонок был, два человека в районе Тырке, Долгоруковке, возвращались, попали в туман, потеряли ориентацию. Ну, слава богу, как бы вышли, появилась связь, все было нормально. Но это основной фактор. И следующий вопрос я предупрежу, да, что делать в этой ситуации? Да, я только хотела спросить, вот попали мы в эту ситуацию, потерялись, упали, но мы не можем передвигаться, кричать, связь не ловит, что делать? Никого вокруг нет. Как в анекдоте щучий, да, стрелять или кричать? Стрелы кончились. Значит, в первую очередь я же говорю, что если есть у вас телефон, набирайте спасателей и уже дальше следуйте рекомендациям спасателей. То есть если вы уже решили позвонить спасателям, то большая просьба, следуйте тем рекомендациям, не надо проявлять самодеятельность. Потому что спасатели будут оперировать той информацией, которую вы им передали. После этого, если вы все-таки дозвонились и получили какие-то рекомендации, старайтесь оставаться в зоне связи, потому что периодически спасатели будут контролировать ваше местонахождение и ваше состояние периодическими звонками. Для чего, собственно, и нужен заряженный телефон, чтобы можно было провести сеанс. Но это, конечно, потрясающе, если есть связь, связь в горах, но если связи нет, что делать? Если связи нет, то все гораздо хуже. То есть если связи нет, то желательно, чтобы кто-то из ваших друзей, родственников, знакомых все-таки знали о том, куда вы пошли, как вы собирались перемещаться и когда вы и куда собирались возвращаться, а также что у вас есть с собой. Потому что есть, ну, в зависимости от того, что у вас есть, приходится, соответственно, реагировать. И потом начинается, если этого ни у кого не известно, а мама звонит, у меня сын пошел на маршрут куда-то, а куда пошел, да я не знаю, он обычно туда ходил, начинается обзвон друзей, родственников, знакомых, выяснение, куда ходил, где что знает и где что видел, теряется драгоценное время. Вот и все просто-напросто. То есть в конце концов человек все равно находится, но спустя уже гораздо больше времени. Спасибо вам за вот такие уроки правильного поведения в горах нашим телезрителям. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Владимир Мельников, заместитель начальника государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымспас».